17.20 в Москве. Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями этого дня. И прямо сейчас к нам присоединился председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. И говорим мы, безусловно, о главной, наверное, самой волнующей теме этого дня, которая продолжается с самого утра, начиная со статьи в газете «Коммерсант», потом после заявлений представителей Центра избирокома. Касается эта тема возможного снятия Григория Явлицкого. С президентской гонки, предвыборной гонки, 23 с небольшим, там, якобы, процент проверенных подписей Центра избирокома не понравились, они нашли их ненадлежащими, фальшивыми, какими угодно. Ну, собственно, Григорий Явлицкий партии «Яблоко» будет добиваться, насколько я понимаю, оспаривания этого результата. Расскажите о каких-то ближайших планах, ближайших действиях. Вопрос этот чисто политический. Как вы понимаете, не Чуров принимает решение. Чуров решение исполняет. Есть политический заказ. Он идет с самого верха. Конкретно он идет от Владимира Путина. Снять Явлинского с выборов. Явлинский кандидат очень такой независимый, оппозиционный, что еще раз подтвердило его выступление на Болотной 10 декабря, да и 24 декабря на Сахарова. Такой кандидат Кремлю не нужен. Поэтому для демократического, такого либерального электората решено назначить управляемого, лояльного кандидата, который вчера заявил, что он будет работать у Путина, пойдет на любую должность к Путину, то есть Михаила Прохорова. А все остальное это уже цирк. Вот как это политическое решение технически обосновать, вот для этого и существует Чуров и вся вертикаль избирательных комиссий. Поэтому они могут нам сказать сегодня все, что угодно. Я помню, как проверялись подписи на выборах в Государственную Думу. Огромное количество, тысячи сборщиков у партии Яблоко. Сотни нотариусов, у которых они заверяли подписные листы. Никто из этой армии не видел ни одного сборщика, например, от партии Правое Дело. И подписи Правое Дело прошли без сучка, без задоринки, хотя я уверен, что там было не 20%, а 99,99% брака. Но решение было политическим, эта партия должна была участвовать в выборах, поэтому здесь было все окей. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что сегодня просто хотят заменить Явлинского на Прохорова. Чем еще опасен Явлинский для Путина? От Явлинского будут работать на участках такие наблюдатели, которые работали 4 декабря от партии Яблоко, но их будет гораздо больше. То есть люди абсолютно независимы и люди подготовлены. Это опасно, потому что скандал, разразившийся 4 марта, благодаря именно наблюдателям от партии Яблоко, он может повториться в гораздо больших масштабах 4 марта. Это очень опасно для наших властей, это очень опасно для Путина, как главного кандидата от власти. Поэтому это надо любой ценой предотвратить. А от Прохорова пойдут вполне нормальные наблюдатели, такие, условно говоря, слепо-глухо-немые, которые не увидят никаких нарушений, которые все одобрят. И таким образом накал скандала будет существенно снижен. Конечно, скандал будет, но вопрос в масштабах. Некоторые представители оппозиции, в частности, например, Владимир Милов из Демвыбора, Борис Немцов из Парнаса, сегодня предложили сделать одним из основных требований имени на 4 февраля. Это возвращение Явлинского в список кандидатов в президенты в отношении партии Яблоко к этой инициативе. Я благодарен им за эту инициативу. А инициатива очень правильная. Потому что отстранение Явлинского – это уже фальсификация выборов еще за почти полтора месяца, до 4 марта. И я буду завтра на оргкомитете по подготовке шествия. Буду поддерживать это предложение, либо сам его внесу на оргкомитет, для того, чтобы оно было зафиксировано в резолюции митинга. У меня такой немножко технический вопрос. Вот смотрите, 18 числа вы подали 2 с лишним миллиона подписей в ЦИК. Сейчас, насколько я понимаю, первый этап проверки всегда подразумевает проверку 400 тысяч подписей. Прошло время, сколько там, полтора рабочих дня. То есть получается, что за полтора рабочих дня некие эксперты от Центра сборкома успели проверить 400 тысяч подписей и найти в этих 400 тысячах некие 23% фальсификации. Просто у меня такое субъективное ощущение, что просто времени очень мало для того, чтобы чисто глазами визуально изучить все эти подписи. Вы знаете, как эта техническая процедура организована? И что такое признать подпись недействительной? Это она как-то криво поставлена? Не в том квадратике? Или это именно фальшивый подпись? Все, что угодно, может быть поводом для признания подписи недействительной. Вот у нас на региональных выборах браковали подписи комиссии. Мы приводили людей, поставивших подписи, они при членах комиссии расписывались и говорили, смотрите, один к одному, это моя подпись. Нет, говорили они, наши графологи знают лучше. Поводом к забраковке может быть что угодно. Ну, например, подписной лист не заверен формально нотариусом, хотя подписи там все живые. Вы живые подписи принесли. Зачем вам нотариус? Вы проверяете, вот они живые. Нет, не положено. Дело в том, что в законе такое количество требований, которые полностью удовлетворить за месяц при сборе двух миллионов подписей, да еще и в новогодние праздники, конечно же, невозможно. Придраться можно к чему угодно, но закон и придуман специально для того, чтобы отсекать неугодных кандидатов. Это и есть главная причина того, что сегодня снимают Явлинского. Еще раз повторяю, главная причина в том, что будут слишком настырные наблюдатели в слишком больших количествах. Это для Кремля неприемлемо. Какие-то судебные варианты оспорить это решение существует? Я не исключаю. Ну, сначала мы получим официальное решение ЦИК на руки, после этого примем решение. Я не исключаю, что мы будем оспаривать. И также я не исключаю, что мы будем оспаривать регистрацию Прохорова, который зарегистрировался для участия в выборах мошенническим путем. 9 декабря был последний срок сдачи заявок. Заявок 9 декабря, заявки на участие в выборах. ЦИК опубликовал список лиц, подавших заявки. Прохорова среди них не было. Потом, якобы, задним числом нашли его заявку, когда он уже сделал заявление. Она где-то там завалялась. Вот где-то завалялась там. Ее нашли. Но для нас очевидно, что просто было принято политическое решение, и под него, а потом там нарисовалась заявка. Кстати, есть публикация в журнале New Times, где говорится о том, что Путин 9-го же числа, вечером, звонил Прохорову и предложил ему выдвигаться. Прохоров эту публикацию не опровергал. Значит, все сходится. 9-го числа ему позволили, было уже поздно официально зарегистрироваться. Поэтому ЦИК выполнил свою роль технического органа, обслуживающего политические интересы, высших руководителей страны. И сейчас эта заявка будет, наверное, в суде как-то предъявляться. Но мы посмотрим, пусть суд изучит эту тему тоже. Ну что ж, спасибо большое, что нашли время, чтобы приехать к нам в студию. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», в Кабулу у нас говорили мы о главной теме этого дня, о возможном снятии Григориевского с президентской гонки. Спасибо.